Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Уже сказал, давайте попробуем поговорить о предсказаниях пророков, которые жили относительно недавно. Французская провидица Мария Дювале, это, наверное, относится как ни к кому. Ее смело можно назвать нашей современницей. Годы ее жизни 1938-2021. Она прожила 84 года. Кстати, когда ей исполнилось 70 лет, она посетила Россию. И уже тогда предсказала нашей стране великое и светлое будущее. Но она также подчеркнула, что Россию ждет великое и светлое будущее только после того, как у нас сменится власть. Но уже не раз говорил. Это почему-то в один голос говорят практически все зарекомендовавшиеся о пророке. Но особо в ее предсказании меня заинтересовало то, что она, как и Эдгар Кейси, говорила о невероятном скором расцвете российской науки. А именно, она, как и Кейси, подчеркнула, что российские ученые скоро разработают лекарства от старости, что позволит сильно продлить жизнь каждого человека. Вот, кстати, как она выглядела. Вот это ее предсказание сканало одним госком. Мария Дюваль Мария Дюваль – предсказательница из Франции, довольно известная во всем мире. К ней обращались за прогнозами ведущие мировые политики. Ясновидящая утверждала, что России первой удастся выйти из кризиса, что поспособствует наращиванию экономической и военной мощи. Русским ученым удастся разработать медицинский препарат, останавливающий старение организма. Россия станет передовиком в сфере инновационных технологий. Уровень жизни граждан резко возрастет. Промышленность перейдет на автоматизированные производства и роботизацию рабочих процессов. Однако все эти перемены случатся только после смены власти. Также, наверное, нужно отметить, что Мария Дюваль была очень успешным пророком, так сказать, в коммерческом плане. Она организовала два успешных коммерческих эзотерических проектов. Компанию Астрофорса и Институт парапсихологических исследований. Обе организации полностью себя окупали и приносили хороший доход. Видимо, это и породило в свое время в ее адрес ряд обвинений в шарлатанстве. Но ни одно из этих обвинений официально доказано не было. В 1997 году компанию Астрофорса Мария Дюваль, кстати, официально продала. Но компания существует по сей день и по-прежнему приносит хороший доход. В принципе, подобное обвинение пока в соответствии с ноосферным мировоззрением не изменится. Научная парадигма неизбежна. Напоминаю, современная наука не может объяснить пророчество. А то, что у некоторых пророков они весьма часто сбываются, тянет на доказательство. Но никак не на объяснение. В Советском Союзе же многих пророков сажали в тюрьму просто за то, что они пророки. Поскольку в так называемый научный коммунизм пророчеством вообще никак не вписывался. Но раз не вписываются, значит есть все основания для возбуждения уголовных дел. И сколько так было сломано судеб действительно выдающихся и незаурядных людей, сегодня еще не знает никто. К счастью, в наше время ситуация все вернее изменяется в лучшую сторону. Хотя нужно отметить, что в полной мере пророчество не объясняет даже ноосферное мировоззрение. Иван Нефремову подчеркнул, что пророчество позволяет делать запись событий в ноосфере. Или как это называется в индуизме, в небесной хронике Акаши. Но в полной мере природа этого явления не ясна. И ноосферное мировоззрение подчеркивает, что будущее много вариантов. Мы имеем только различные линии вероятности, но не предопределенностью. Почему пророчества так и ценны? И почему они намного ценнее аналитических прогнозов? Главное здесь дело в том, что положительным пророчеством есть все шансы помочь сбыться. А вот отрицательным напротив не сбыться. Но, надеюсь, детальнее об этом мы поговорим позже. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok